One shot, one kill, no luck, just kill. Что за херь, я вообще не понимаю. Ты спасаешь свою жизнь. Я знаю. Нет. Стой! Я как волк. Туван, пиздец. Короче, но талени, они везде есть. Еще раз, вы должны живыми вернуться с войны и должны победить. Итак, приветствуем вас. Сегодня у нас будет необычный ролик. Мы не будем рекламировать никаких товаров. Смысл вот этого ролика следующий. Мы бы хотели поделиться нашим опытом по эксплуатацию. Вепри 12, Сайга 12С, Сайга 12 340. Ну и чуть-чуть удочек. Ну это Берета А300, Outlander. Сейчас на передовой засилье и в пиви дронов. Соответственно, на наш взгляд, электронные средства противодействия – это не панацея. И мы считаем, что самое эффективное, что можно сейчас сделать на передовой – это борьба физическая, сбивание дронов 12-м калибром из того, что вам выдали. Итак, по нашим сведениям, ну, к нам обращаются парни, сейчас выдают Вепри 12-й. Мы в этом ролике покажем, что с ним делать. То есть, начиная от расконсервации, смазка, чистка, какие узлы проблемными могут быть, как проверять это. Дальше. Мы покажем, как его, и что нужно обвешивать, и нужно ли обвешивать. Мы подобрали всю номенклатуру боеприпасов, начиная от картечи и пули, заканчивая семеркой. Там магнумы, полумагнумы, там супермагнумы, там все есть. Еще раз, все есть. Мы покажем, что работает реально, что не работает, как это все подбирать. Дальше. Мы вам донесем информацию, как подбирать дульное сужение, и нужно ли оно вам, вы поймете из этого ролика. Дальше. Если вам вместо Вепри выдали другой ЭКОМОИД. Ну, в принципе, Вепри выдается в нескольких модификациях. Либо 430-й вам выдали, либо с длинным стволом. Ну, это САЙГА-12С, но мы покажем. Дальше. Если у вас есть возможность 340-ю САЙГУ получить, ну, в принципе, 30-ку тоже можно. Ну, вот тоже все расскажем, все покажем, как она работала. Ну, и удочки поменяем. Дальше. Если мы успеем по хронологии, хронометрии, вернее, то в конце мы настроили несколько полетов, имитирующих FPV-дрон. И, соответственно, маленечко постреляем. Ну, то есть покажем, как это работает в реальности. Мы запланировали еще серию роликов. К сожалению, вот на данный момент все наши комплекты FPV, они отданы в работе. Поэтому, вот как только мы получим наши комплекты, у нас и 7-ки, и 10-ки, мы то же самое покажем уже с реальной работой дрона. То есть дрон на сброс, дрон на удар, типовые траектории захода, как он звучит, как он звучит груженый, как он звучит негруженный. Ну, вот постараемся, то есть, ну, вот именно по дронам вам рассказать. Сейчас, соответственно, по вводной части, это именно работа с оружием. Как его пристреливать, как настраивать, как ухаживать там и так далее. Есть кому это неинтересно, листайте. Если вы можете попасть в ситуацию, когда вам нужно будет бороться с FPV-дроном, слушайте внимательно. Ну, понятно, что мы магазин Гансмаркет. Лично я инструктор Федерации практической стрельбы. Занимаюсь этим... Сколько я занимаюсь этим? Ну, чуть меньше 20 лет. Давайте так сформулируем. Вот, воспитал много спортсменов. Вот, мои личные достижения ограничились кандидатом мастера спорта. Это чемпион края. Также я чемпион Иркутской области, призер и чемпион Новосибирской области, ну и так далее регалий. Дальше. Випрей. Вот это вепрь. Випрей я расстрелял по ресурсу 2 за время своей карьеры. Более 70 тысяч выстрелов. В принципе, вот мое самое первое ружье. Это Сайга 12. На ней детский настрел что-то около 7 тысяч. Вот мое первое ружье. Ну, и вот это ружье. Если будет много комментариев, я расскажу. Вот я единственный раз заработал деньги стрельбой. Ну, как деньги, товарно-материальные ценности. Вот, выиграл вот это ружье на соревнованиях по тарелочке. Ну, заняв первое место, стрелял я из випря. То есть, мне есть что рассказать. Дальше. Я по ресурсу. Ну, знаю. То есть, затвор у меня два раза разматывался. Ударники без счета. Ружье становилось, так сказать, однозарядным. То есть, я это все расскажу, покажу. Итак, все, начнем. Давайте познакомимся чуть-чуть с оружием. Итак. Вам, скорее всего, будут выдавать, если вы получаете это, либо вепри 12 молот, либо 430 ствол. Ну, здесь, не смотрите, что цевьё спортивное стоит. То есть, как бы сейчас он в стоковом абсолютно исполнении. То есть, стоит абсолютно стоковая дудка. Ну, пламя-гаситель на конце ствола. Вот. Это стоковый, да, со стоковым прикладом. Мы его скотчем сейчас замотаем. Расскажу, почему. Вот, да. И он использовался в спорте. Видите, здесь проточная рама. Вот. Вот, была на левую сторону рукоятка сделана. Но на данный момент оружие приведено к стоку. Дальше. Сейчас выдают мурки. Ну, 155-й в основном. Мы покажем, ну, расскажем, то есть, как бы, что лучше. Вернее, как, что лучше. Что лучше. Лучше то, с чем ты тренировался. Вот это лучше. То есть, мы расскажем, то есть, маленечко про ресурс. Плюсы-минусы оружия. То есть, как бы, про это тоже поговорим. Ну, давайте начнем с базы. Итак, у нас есть, принципиально, оружие двух типов. Первое оружие, соответственно, оно заряжается магазином. Второе оружие, соответственно, оно имеет подствольный магазин. Соответственно, заряжается по одному патрону именно подствольными магазинами. Ну, давайте будем так, шахтного типа заряжания, подствольного типа заряжания. Итак, первое. Если вы стреляете по ИВП-дрону, ну, давайте так. Первое, о чем мы будем говорить с вами, это о надежности оружия. Если ВЕПРЬ стрельнет 100 выстрелов из 100, ну, вам очень крупно повезет. То есть, у вас есть ненулевой шанс получить КЛИН на, как минимум, одном выстреле из 100. На подготовленном оружии, чистом, на подготовленном боеприпасе. Ну, вот такая вероятность. Еще раз. На соревнованиях по практической стрельбе, например, ну, это классическое оружие опен-класса. Если ты отстрелял матч, матч, как правило, то есть, ну, если маленький матч, там, 100-120 выстрелов. Крупный матч, там, чемпионат России, там, 200-230 выстрелов. Если ты весь матч отстрелял без единого клина, ты получил преимущество. Поэтому, итак, запомните, если вы работаете по ФПВ-дрону, вы должны предполагать, что ваше оружие может вас подвести шахтного типа. Поэтому я расскажу, как уменьшить эту вероятность. Расскажу. Но эта вероятность присутствует всегда. Дальше. Да, заряжание этого оружия. Да, есть у нас шахта. Заряжание, соответственно, мы наклоняем шахту в сторону левой руки. Давайте так. Оружие, соответственно, да, вепрь достаточно тяжелый. Ну, если в обвесе, он под 5 килограмм будет. Соответственно, не пытайтесь это все делать по-спортивному. Просто закинули подмышку. Вот, подмышку закинули. Наклонили чуть-чуть. Смотрим на шахту. Вводим. Дальше. Обязательно проверяем. Если вы пытаетесь воткнуть полные магазины, полные магазины пытаетесь воткнуть, то вполне возможно, он не станет на защелку. Лечится это либо... Видите, пропил. Вот здесь он уже есть. Вам могут выдать без пропила. Лечится либо надо снимать, делать этот пропил, подтачивать пластиковые направляющие, либо второе. Ввели маленечко в шахту. И вот с ноги с левой пробили. Не сильно, не со всей дури. Просто подтолкнули. Вес вашей ноги достаточный, чтобы защелкнуть. Дальше. По поводу заряжания. Мы рекомендуем ставить вам увеличенные шахты, если есть такая возможность. Как выглядит заряжание с увеличенной шахтой? Точно так же. То есть, как бы вы работаете с оружием. Вам необходимо перезарядиться. Закидывайте под мышку. И просто... Видите, просто вбивающее движение. В принципе, соответственно, если у вас это тренированный элемент... У меня это тренированный элемент. Я не смог это сделать. Оружие не мое. Ну, если вы сильно, много тренировались... Да, посмотрим сюда. Вот на горловине шахты, если она новенькая, и человек вам говорит, что он тренировался и перезаряжает быстро, не верьте ему. Вот так выглядит шахта-магазина, на которой тренировались. Она вся вот такая в кавернах. Она выглядит вот так. Так, дальше. Если вам не повезло, вам выдали сайгу 12-ю, ну, стоковую, зарядить ее вот так можно только на пустом магазине. Если магазин полный, то он просто тупо упрется передним патроном в затвор, и вы на адреналине, то есть, как бы, ну, вряд ли сможете его продавить, особенно если полный магазин. Поэтому сайга 12С заряжается следующим образом. То есть вы работаете, вы работаете, 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 вам надо перезарядиться. вы делаете вот так и удерживаете. То есть вы открыли шахту и удерживаете большим пальцем. Дальше вставляете в магазин и спускаете. Только так. Все попытки сначала зацепить передний зуб, потом, то есть, как бы, войти, это все прекрасно работает, но только на пустом. На полном вы это не сделаете. По крайней мере, когда это надо сделать быстро. Как заряжать удочку? Если у вас закончились патроны, закончились, у вас затвор будет в заднем положении. Если вам достаточно одного патрона, просто закидываете на лоток, нажимаете. Все остальные патроны вы по одному вводите сюда. Есть техники, то есть, как бы, по два патрона. Ой, господи. Я, во-первых, занимался опен-классом. Я это не повторю, но смысл вот этот. Вы закидываете ружье под мышку и правой рукой, удерживая два патрона, вот так, пытаетесь одним движением. Видите, улетел. Поэтому я вам говорю, что если вы это не тренировали, ну, хотя бы год, заряжаете. Гладкое ружье вот так. Вот, пошел. Так, давайте разрядимся. Так, переключенка. Возьми патрон. А-а-а, сладка. А, уходит. Ладно. Ну, как вы поняли, стандарт это не мой вариант. Нет, тренер. Это не банда. Это не банда. А, здоровались. Ролик снимаем. Да, это не банда. Это группа тренирующихся спортсменов. Не путать. Так. Итак, поехали дальше. Вот вам выдали стоковый вепрь. Итак, давайте посмотрим, ну, как это выглядит. то есть, на что обращать внимание и так далее. Разбирается он, как любой Калашников. Дальше. Вот затвором, прямо вот этим пропилом поднимаете флажок вверх. И вот здесь у нас шток. Вот вытаскивайте его. Ну, давайте еще этот дудку скручу. Ну, то есть, как видите, деталей очень мало. Вот они максимально похожи на Калашниковские. Рассказываю, показываю, что здесь является ключом к функционированию вот этого всего агрегата. И так, смотрите, вот газовый механизм. У него там, ну, смотря какая у вас модель вепря, обычно либо, ну, обычно сейчас три отверстия ставят. Там раньше было одно, но побольше, потом два было, то есть, ну, сейчас, по-моему, три отверстия ставят. Ваша задача номер один. Газовый механизм работает, если эти отверстия свободны. Как проверить, что эти отверстия свободны? Ты чем пользовался, Жень? Я пальчиком оттирал. Пальчиком? Ну, пальчиком это нельзя. Я давайте проверю, есть ли там. Да, смотрите, если вы пользовались теркой, пользовались теркой, то есть, вот такая наждак, вы берете морковку и вот так вот стругаете. Так вот, вот эти отверстия для ствола это такое же отверстие терочное. Соответственно, когда патрон соответственно срабатывает, он, как правило, идет, да, если он бесконтейнерный, то есть, вот этот свинец просто об стенки вот эти просверленные стенки, он просто нарезает тоненькую стружку свинца. Выстрелов 100, это работает. Выстрелов через 200, вот эти газовые отверстия полностью забиты, причем забиты свинцом. Вычистить свинец пальцем, ну, успехов вам, особенно на передовой. Да, на двухстволках это прекрасно работает, но на газоотводных автоматах, то есть, не вздумайте. Дальше. Если он идет у вас в пластиковом контейнере, то есть, ну, дробь в контейнере пошла, пластик, он тоже нарезается, стругается, но гораздо меньше. И самое главное, пластик гораздо проще отковырять из вот этих отверстий. Если у вас ВПО 205-й, у него маленькие отверстия. У 206-го, я не знаю, как сейчас, но раньше делали большие очень такие отверстия, вроде как разгоняли энергетику, ну, чтобы хватало. С другой стороны, то есть, вот этот эффект стружки, он увеличивался. Поэтому на 206-м вепре, если вам выдали 206-й вепре, ну, вот прямо там 20-30 выстрелов, то есть, как бы, у нас у всех были хирургические скальпели, не скальпели, ну, в зубы лазят такая кривая штука. Вот ты берешь и вот этим ланцетом просто туда хоп, вот так вот залезаешь и пытаешься проходить отверстие. Так, сейчас я гляну, что у тебя тут. Не, ну, я думаю, я думаю, чем воняет. Хорошо очищает, не знаю, пимолюк с обычной. Сколько я? Ни разу мне не помогло. На соревнованиях. На соревнованиях. Ну, я дам вам совет. Если у вас нету специального средства для снятия свинцовки, то есть, вы льете вот сюда вот это средство и, соответственно, оно, свинец, ну, растворяет потихонечку. Проще всего пользоваться скрепкой канцелярской. То есть, вы берете канцелярскую скрепку, так, мы не захватили канцелярскую скрепку. Мы просто распрямляем ее, подгибаем ее по длине примерно под угол. Ну, да, и канцелярскую скрепку, канцелярской скрепкой пытаемся проходить отверстие. Дальше. После того, как вы убедились, что отверстия газового механизма чистые, второе, вам нужно убедиться, что ваш газовый поршень тоже чистый. Ну, здесь специальная конструкция, вот эти проточки, они как бы всю грязь вот в себя втаскивают и вы берете просто выколоткой вот этой бедой вот этой бедой вы берете просто и вот так вот грязь вот так вот ее счищаете. То есть начищать, полировать до блеска вот эти края, соответственно, ну, если есть время, делайте. Если нету времени, ну, смысла особого нет. Дальше снимать нагар вот отсюда, но тоже, ну, то есть лохмотья, то есть как бы сняли, полировать его, но смысла нет. Дальше изнутри тоже ничего не полируем. Соответственно, сюда упирается газовый шток. Там, ну, оно не влияет никак вообще ни на что. Но все равно, то есть как бы если там будут лохмотья грязи, то есть вот лохмотья надо удалять. Легкий нагар допустим. Так, по затворной раме у меня один раз затворная рама ломалась вот здесь. Вот по этому месту. Вот. то есть как бы если там уже как сказать напряженность в металле есть, вы когда чистите просто, ну, без усилий, ну, просто вот так вот. Если она осталась у вас в руках, вторая половинка, вам повезло. Потому что это могло быть во время атаки в пиве дрона. А так вы в безопасной для себя обстановки, во время очистки ваше оружие сломалось. Это отлично. Это означает, что ваше оружие дало вам шанс. Хорошее оружие в принципе должно вас ломаться только на тренировке. Либо при чистке. Вот. Оно, оно как бы говорит, я тебя не подведу, я буду вот то, что у меня накопилось, выплескивать в приватной обстановке. Вот. Когда ты ничем не рискуешь. Дальше. Здесь наезд нормально вычищаем вот эти вот полозья. Вот. И в принципе, то есть, ну ничего особо такого, то есть, ну маслица, то есть, плеснули тряпочкой, там, чик, насухо протерли. Ну, как насухо. Чуть-чуть маслица должно быть. Чуть-чуть. Ну, это вот моя школа. Дальше. По затвору. Смотрите, здесь две ключевых, два ключевых момента. Вам нужно, чтобы вот этот упор, которым цепляется донцы гильзы, был всегда чистым. Потому что, если вот здесь вот засралось, он просто может соскользнуть. Ну, вот так вот он. Вот важно, чтобы он оставался чистым и там не было грязи. То есть, зеркало затвора, ну, в принципе, я никогда не полировал. Ну, это невысокоточное, оно не нужно. Дальше. Проверяем, что ваш затвор проворачивается. Сюда обязательно маслица, чтобы это проворачивалось. Дальше маслица вот на эту пружину, вот на эту пружину. Вот. И обязательно проверяем, что у вас ударник сохранил какую-то геометрию. То есть, он, соответственно, выходит и он есть, в принципе. Все. Обслуживание затвора мы закончили. Дальше. Возвратная пружина. Возвратную пружину, соответственно, мы всегда чуть-чуть вот так вот растягиваем. Если она захочет устать, она должна это сделать у вас в руках. Вот. Ну, в принципе, я, ну, можно ее разбирать, но я это не делаю. Кто-то снимает вот эту шторку. На войне я не советую, потому что у вас будет, ну, затвор, ну, то есть, лететь вся грязь сюда. Поэтому я рекомендую шторку все-таки оставлять. Все проверили. Ну, особо смазывать не надо. Да, шторка должна быть полностью сухая. Если вы ставите на ней масло, вся грязь, она будет налипать и пойдет, соответственно, внутрь. Теперь по внутрику. Вот здесь вот лучше натирать, то есть, саму газовую камеру, где происходит разгон поршня, вот там желательно, чтобы она была, ну, прямо чистая. Там ни лохмотьев, ничего в ней быть не должно. Вот сама газовая камера. Дальше, где ходит у вас шток, ну, один раз там ершиком прошлись, то есть, как бы, этого достаточно. Дальше, по ОСМу. Сейчас я покажу самую болючую вещь. Очень крупно надо. Вот этот вырез, посмотрите. Видно? Вот. Вот этот вырез, вот этой выколоткой надо всегда держать в чистоте, иначе у вас не будет закрываться затвор, и перезарядка прекратится. Он будет недозакрываться каждый раз. Вам нужно будет дергать. да, если ваше ружье выстрел, не перезаряд, выстрел, не перезаряд, скорее всего, у вас не закрывается затвор, так как вот этот вырез у вас загрязнился. Его нужно чистить всегда. Еще раз, вот он. Так, теперь вычищаем полозья, по которым ходит затвор, вот эти вот. И смотрите, вот баек, насколько ружье будет хорошо перезаряжаться, зависит от многих факторов, но в том числе от того, насколько он гладкий, потому что затвор ходит вот по нему, елозит. Вернее, вот так. Вот вся вот эта вот хрень ходит по нему. Поэтому фишка какая? Я рекомендую вот это место слегка полирнуть. Даже в полевых условиях, то есть, это можно сделать. Ну, здесь ружье, то есть, оно походило, поэтому здесь этого делать не надо. Итак, собираем обратно. Шток. Газовая трубка. На место, опять же, ее. Я видел, как какой-то американец молотком это делал. то есть, ну, дикие люди совершенно. Все поставили до упора. Так, дальше собираем затвор. еще. теперь давайте вот если нету время почистить как определить она будет стрелять или нет 1 сейчас вот звук надо послушать делать возле камеры вот вы берете трясете ружье у вас должен клацать а газовые поршень если поршень уже не может клацать это означает что газовая камера засрана его она уже практически заклинило поэтому вот это оружие надо чистить срочно если он еще клацает ну то есть энергетика оружие еще более-менее нормальная так второй фактор чистоту затвора как проконтролировать вы ставите вот в это положение ну вот здесь ружье полностью заполировано видите она даже не встает в положении вот давайте на саёшки ну как вы видите на ней муха не сидела поэтому вот видите она встает но если затвор чистой она вот прямо вот мизинчиком такого он закрывается если вам нужно прилагать усилия чтобы он закрылся это оружие уже будет клинить оружие вам выдается в консервационной смазки смазку консервационную удаляем чем надо чистить и так давайте на самом деле специальных каких-то средств для чистки для чистки випря не надо подходит любое оружейное масло можно слабо щелочное можно нейтральная соответственно я рекомендую отлично я рекомендую чуть-чуть масло оставлять в газовой камере да она там прогорит будет чуть-чуть вонять то есть как бы но чуть-чуть прямо вот в газовой камере и у меня сама поворотная группа затвора я ее тоже всегда держал в масле да возможно я не прав у меня берешь оружие от она всегда там чуть чуть-чуть в маслице но вот мое оружие тут свой редко меня подводил вот дальше ствол смотрите особая свинцовки если мы стреляем контейнерной дробью особая свинцовки у нас на стволе ну не будет поэтому чистить его там до блеска смысла особого нету проходите вот этим ерщиком ствол пару раз дальше ствол я как правило для того чтобы хром ну дольше сохранялся вымачиваю в масле вот этот пуховку вот эту и там один-два раза прохожусь по стволу просто чтобы маслица там чуть-чуть было дальше как смазывать нутряк то есть как бы я сказал масло еще раз говорю любое но обращайте внимание если вы пользуетесь щелочными маслами а у вас оружие уже старенькая слабо щелочная среда она грубо говоря месяц вы не пользовались оружием она слегка при ржавеет поэтому щелочными как она называется самый популярный баллистол вот щелочными то есть как бы ни в коем случае на хранение не пользуетесь то есть если вы идете там на пересменку какую-то то есть как бы там месяц у вас отпуск то есть как бы лучше смазать нейтральным каким-то маслом пофиг самое любое любое нейтральное масло вообще любое то есть вообще не паримся еще раз мы не высокоточники вот у нас хороший разброс мы сейчас будем смотреть какой у нас разброс вот нам нужно чтобы наше оружие работало то есть как бы высокоточники но это отдельная тема мы к ней касаться сейчас не будем так про обслуживание давайте какие есть еще нюансы по другим моделям так смотрите мы сейчас будем говорить про дульные тормоза или дульные сужения давайте про вот этот ну вот эта щека я рекомендую всем ловцов на и впиве дронов сделать с этой щекой вот так и замотать ее скотчем ну короче вот смотрите вот у меня изолента черная вот я изоленты то есть как бы вот все заматываю вот нормально для чего это надо делать поясняю сюда отстань если вы щеку все-таки не зафиксировали в экстремальной ситуации когда на вас вы испуганы на вас что-то летит и вам надо это сделать быстро вот так будет призываю происходить всегда то есть вы будете выносить себе челюсть вот этой хренью дальше при отдаче оружия если у вас ну скажем так нету никаких устройств снижающих отдачу ну вот это будет вам постоянно в скулу вы хотите будете ходить с такой синий скулой и в легкой контужене контузии ну как бы контузии в жизни хватает поэтому она вам не надо поэтому убрали вот сюда и забыли теперь вопрос надо не надо менять приклад я считаю что приклад от випре это божественно это прямо божественно он сделан человеком который прямо знал как стрелять из этого оружия и я вот именно на випре делать это не советую я потом покажу когда мы будем стрелять какие стойки там и так далее я покажу о сайги 12 с обычный калашоидовский приклад и он расхерачит вам плечо в кашу особенно если у вас вот как у меня не будет никаких дульных тормозов ничего не будет каждый выстрел это от 12 до 16 килограмм отдачи если вы стреляете быстро а по фпю дрону надо стрелять быстро ну четыре выстрела в секунду у вас реактивная тяга которая в кашу просто вам раздолбит ну все раздолбит поэтому я рекомендую вот такую резиновую калошу ставить я ее видите на саморезы просто прихреначил к прикладу на мертво чтобы она не слетела вот после этого вкладочка стала божественной то есть она крайне хороша слав у тебя стоки был этот приклад да я брал еще когда еще фаб у фаб defense это круто это круто конечно но это приклад для стрельбы с брони мы будем стрелять с брони я покажу в его крутизну почему для стрельбы с брони если вы будете стрелять без брони но он слегка рисковат ну не советую так давайте перейдем к боеприпасам кто-то скажет то есть как бы ну вот а вот эти мурки они же божественные вот смотрите вот без ничего ну да наверно хорошо но потом мы попробуем это сделать в броне еще раз ответим на вопрос божественная ли вкладка так давайте говорить про боеприпасы да не пугайтесь мы скоро будем стрелять терпите крепитесь и так для чего нам нужны пулевые пуль пулевые патроны пулевой патрон нам нужен в основном только для пристрелки для базовой пристрелки но пачки в 10 пуль вам хватит если вы из випря собираетесь там штурмовать окопы ну не знаю не самая хорошая идея не советую поэтому пуля вам нужна только по давайте сразу стрельнем так у тебя пристрелим прицел ну давайте сделаем так покажи наши мишени вот три уточки так вот до мишени 50 метров давайте чтобы ну вот не было инсинуации берем фетр картечь восемь с половиной два картечных выстрела сделал у нас стоит адульное сужение 075 подогнем будем стрелять вот в крайнюю утку картечью так очки наушники на всех отработала штатно все пошлите посмотрим а фломастер кто-то взял слушая попал хорошо прям и так смотрите но то что происходит размер утки фронтальды размер и в пиви дрона то есть как бы он меньше утки вот на вот этой мишени но даже если это была утка мы ей пощекотали перо она полетела дальше до 9 картечен восемь с половиной было в каждом выстреле мы 8 на 18 получается картечен сделали сколько попало в силуэт это обнесло 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 тут в мишень в принципе так а ну вот что прилетела то есть контур мишени залетела раз два три 4 5 5 из 18 дальше в мишень но вот задница утка пострадала только вот здесь привело ли это какому-то критичному повреждению утки мы не знаем привело не привело поэтому фишка какая до картечь летит отлично она летит далеко она сохраняет свою кинетическую энергию но вероятность того что вы правильно прицелившись выстрелив что вашу мишень не обнесет она очень высокая все что нужно знать о картечь и так давайте проиллюстрируем что произойдет в реальной ситуации вот мы расставили первые первые две тарелки это 10 метров вторые 20 метров 3 30 метров 4 40 метров и до уток было 50 метров так вот я сейчас начну от 20 метрах стрелять картечью 20 метров тарелка тарелка на 30 метров тоже легла давайте 30 метров тарелка левая легла 40 метров тарелка обнесло 40 метров тарелка обнесло сколько тут есть я не знаю вот третьим выстрелом еще раз статистика работает не на нас энергетика отличная но слишком слишком мало поражающих элементов выстрелив в принципе ну если у вас есть если у вас нету выбора и вам говорят что ну стрелять будете картечью то пусть хотя бы это будет 6 миллиметровая картечь там 6 и 2 примеру там что просто больше да их просто тупо вы бы больше выстреле и так первое что нам нужно сейчас сделать это вот нам выдали наш стоковый веб и нам нужно на него поставить коллиматорный прицел ну вопрос зачем коллиматорный прицел у нас есть механический прицел такой же который стоит на автомате калашникова или на пулемете вот может то есть но им пользоваться но в принципе то пользоваться можно вопрос в чем вы готовите стрелять по целям которые летят со скоростью 30 метров в секунду 30 метров в секунду вы их замечаете там метров там ну по-разному но вы можете их метров 30 заметить и у вас есть секунда чтобы произвести выстрел механика это тогда когда у вас есть время поцелиться если кто-то будет говорить вот у вас там он может может погаснуть да погаснуть он может вот ровно так же как и с вами все что угодно может произойти просто ситуация такая ну вот еще раз давайте аналогию все кто говорит я не буду ставить коллиматорный прицел потому что критичной ситуации на него надеяться нельзя вот представьте вот у вас есть две руки и у вас есть ну подготовка там рукопашник вы боксер там либо еще что-то у вас две ноги вопрос вам могут в руку попасть могут и вправо и в левую в ногу вам могут попасть могут и вправо и в левую теперь лоб бить лбом можно можно и если у вас не остался не останется лба вас тоже нет поэтому лоб это то что нот хуже всего вернее если следовать логике вот этих людей которые говорят мы не будем использовать коллиматоры потому что он может увы так вот они отказываются от того чтобы был пользоваться в боксе руками отказываются чтобы пользоваться там в карате в кикбоксинге ногами и ставят все на голову удар головой ну мягко говоря это нот странные люди я не буду пользоваться быстрой скидкой прицеливанием потому что вот когда-нибудь он там лет через пять там и не у меня у там каждого сотого там откажет чувак в 99 процентов случаев он просто спасет тебе жизнь вот поэтому прицел обязательный к установке коллиматорный мы будем ставить холосан это холосан а 500 серии вот чем хорош холосан 500 серии у него метка круг с точкой размером в 65 муа и давайте вот сейчас я прицелюсь попробуй я видел фокус возьми давайте я просто объясню прицел у меня стоит возле глаза диаметр а вот этого круга примерно соответствует диаметру вот 16 дольной мишени на 50 метрах если я коллиматор ставлю дальше от глаза линейный размер круга не меняется он по-прежнему четко вот в размер в габарит вот этой мишени то есть что мы получаем мы получаем примерный диаметр дроби на каждой дистанции еще раз я не говорю что точный примерный соответственно на ближней дистанции то есть как бы вы смотрите на тарелку размер вот этого калину 66 65 муа круга он соответствует вот разлету дроби с полным чоком на 10 метров давай ну мы сейчас будем это проверять дальше вы смотрите на 20 метров на 20 метров он в два раза больше по диаметру чем диаметр тарелки соответственно это примерно на полном еще раз на полном чоке размер о вашей дробовой осыпи дальше вы смотрите на 30 метров он в три раза больше на 50 метрах он размером он видите больше утки то есть где-то в два раза больше размаха крыльев и вы таким таким образом вы взяв именно коллиматор круг с точкой причем круг 65 муа вы все время получаете примерное представление о размере осыпи на каждой дистанции все вы не будете гадать сколько он там разлетается вы видите насколько он разлетается поэтому ставим именно коллиматор 500 серии слав поможешь да вопрос ставить на высоком кронштейне или на низким не вопрос только на низком все кто говорит что я хочу оставить механические прицельные идите лесом на низкий на низкий и так мы установили холоса это 503 р почему р мы рекомендуем у него образные вот такие вот вырезы которые закрывают колпачки настройки и у него соответственно регулировка яркости вот этим барабаном они кнопками ну на войне на самом деле это очень удобно теперь почему мы установили его вот здесь во первых вот когда вылетает патрон все что установлено где-то вот по вторую лунку донца гильзы будет биться о прицел и у вас будут печные трубы если не верите просто переворачивайте прицел и смотрите вот здесь вот наклёп вот если вот здесь вот у вас есть наклёп это означает что гильзы бьются они могут нот в данный момент не застревать но это просто вопрос времени дальше почему максимально близко глазу но я вам просто как тренер говорю вы видите вашим ведущим полушариям глаза у нас правый глаз это левая полушария левый глаз правая полушария да вы должны видеть бинокулярную картинку но большину многие из вас давайте так особенно неопытные стрелки все равно то есть как бы бинокулярную картинку там в кипише теряют и вот если вы потеряли бинокулярную картинку лучше чтобы в поле зрения оказалось больше предметов то по крайней мере при вскидке неправильный какой-то вы с большей вероятностью быстрее увидите чем если он стоит где-то вот здесь вы вскидываете только при правильной вскидке вы его увидите короче не буду долго убеждать ставим максимально близко глазу теперь есть два метода пристрелки есть спортивный метод и охотничий для пристрелки по в пиве дрону я рекомендую вам охотничий охотничий это вы пристреливаете пулю но саде десятку заряжу посмотрим будет ли она клинить вот вы пристреливаете пулю начинаем мы с 10 метров давайте уже испорченную мишень почему с 10 метров почему сразу не стрельнуть издалека если у вас планка какая-то кривая вы просто не увидите попадания вам нужно максимально близко посмотреть а будут ли вообще попадания и где они подогнем очки наушники идем итак смотрите я целился вот сюда попал чуть чуть правее и ниже то что ниже 10 метров это нормально потому что ствол у нас вот так вот так вот у нас идет и расстояние между осью прицеливания есть у ствола ну где-то сантимов 5 ну то есть это нормально мы сейчас будем отходить 20 метров 30 и потом уже решим какие поправки вносить и так 20 метров очки наушники подогнем мне кажется занизил маленько пошли то есть вертикаль нормально вот мой второй выстрел но это я чуть чуть ниже стрельнул отмечать все в принципе можем идти на 50 метров и давать тройку на идем на полтинник так подогнем очки наушники я прямо привяжусь что было идеально отбой к мишеням слушайте но странные результаты отмечай вот этот вот этот вот нет я не дергаю причем дергание но сюда идет так давайте сделаю двоечку будем считать что стп но вот соответственно делаем поправку влево те собой еще она крышечка так это у нас вертикальная нам горизонтальная так ну и в принципе надо чуть-чуть поднять да так слов помнишь какую сторону вращать налево и все понял так об так но штучек 5 или 75 подожди раз и 45 и так об сделали эти прямо крышечками все это делаем ну это полтинник же так чё за и р а райт так нам в райт надо вправо ну те же пять не всем но вот почему в лифта а точно лет всем так всем в лифт так 5 вверх и 7 налево так вторую занизил поэтому третью дам бак мишеням раз два три так ну в левее она вошла ну стп ну вот то есть и было вот это сейчас вот это ну получается левее надо еще до так левее знаешь посмотрите то есть как бы разлет но он есть столб оказался ни при чем поэтому оставшиеся выстрелы мы сделаем со столба так у меня два патрона осталось но постараюсь прямо там джон миллиметром встала на затворную задержку так я думаю мы пристреляли спаслить давайте побыстрее так фломастер ну отлично вот два крайних выстрела вот два крайних выстрела целился я сюда ну и я считаю но для для дробовой пристрелки более чем достаточно дальше если мы пристреливаем по охотничьему мы пристреливаем пулю и смотрим дробь поэтому сейчас заряжаем дробь посмотрим какой у нас там больше и начнем проверять энергетику да такой еще момент стрелять мы будем по металлическим тарелкам подроби тарелка весит более килограмма если тарелка падает соответственно ей была сообщена кинетическая энергия достаточная чтобы нанести какое-то повреждение зверю но в данном случае это и в пиви дрон если тарелка там чуть-чуть пошелохнулась ну нам недостаточно чтобы наша дробь просто долетела нам нужно чтобы она наде налить долетела и наделала делов поэтому но сейчас вот на это будем и смотреть и так продолжаем процедуру при стрелке ну я знаю что это будет но в результате где-то тройка поэтому давайте я вот на тройку и завершу пристреливание так слов ты мне нужен с фломастером да кстати как переносить патроны ну вот продается от стич профи вот такие вот штучки вот они самые удобные если у вас там не снаряга простой ремень слава носит в обычных подсумках который на 1 2 магазина все прекрасно соответственно влазит вот и рекомендуем соответственно носить патроном вниз потому что если патроном вверх летит грязь смог пыль там всякая-то херота она потом пойдет ваш патроник поэтому переноска всегда идет патроном вниз дальше патрон смотрит не вперед потому что если вы выхватываете но это вот такая корявая техника патрон вниз и смотрит назад от себя куда при выхватывании соответственно у вас он уже готов для того чтобы ввести его в шахту да еще такой момент магазины мог быть там пятерки десятки всякие разные если вы выхватили его сильно высоко ну так бывает и пытаетесь вставить в шахту то работает та техника что я вам показывал видите мы его до конца в шахту из-за того что хват высокий вставить не можем поэтому вставляем докуда лезет и добавляем ногой все пошли итак после того как вы пристрелялись по пули вы подходите на 7 метров и делайте выстрел в вашу пристрелочную бумагу отбой к мишени так как у нас не спортивная пристрелка охотничья мы видим что на близкой дистанции центр осыпи ушел вниз потому что у нас есть коллиматор это происходит из-за коллиматора обведи итак мы сейчас стреляем на цилиндре даже на цилиндре вот смотрите диаметр осыпи то есть тупо ваша ладонь горизонтально если мы будем ставить сужение дульные то диаметр осыпи будет уменьшаться теперь отходим на 10 метров смотрим размер красной линии блин слав жирно жирно обведи красную линию прямо жирно жирно то есть наша задача сейчас убедиться что наша осыпь примерно соответствует нашему кругу то есть она больше круга меньше круга то есть нам нужно посмотреть как она соответствует этому кругу туда зум прямо сделай так вот он сейчас где-то на 20 процентов превышает габарит габарит кругов 65 муа теперь идем на 50 метров и я делаю один выстрел в центральную мишень по бумаге чтобы понять какая у меня будет осыпь один выстрел потом сходим посмотрим не сейчас теперь смотрите у нас две мишени на 10 метров первый выстрел мы делаем правее мишени так чтобы наш круг ну где-то на пол диаметра не подходил к мишени правее видите она осталась стоять дальше левее также на пол круга теперь на пол круга выше ну видите низит маленечко на 10 метров низит то есть мы увидели что справа слева диаметр осыпи хороший но на 10 метров соответственно наша вот эта охотничья пристрелка низит соответственно когда вы будете стрелять по дроном дрон который подлетел ближе 10 метров нужно делать что чуть-чуть над ним ну смысле повышать дальше ну давайте прямо в него энергетику просто посмотрим у тарелка уверенно валится теперь 20 метров 20 метров мы уже обнос справа влево не тестируем мы стреляем прямо в тарелку слышим что мы слышим дзынь и все еще раз может быть я промазал просто дзынь это что означает это означает что стреляя пятеркой на цилиндре я не сообщаю моей мишени достаточно энергетики чтобы например если бы та утка была или гусь чтобы ее поразить нормально она может быть шоке да ваш дрон десятка но он достаточно такой ну прочный если у него там винт пробьет ну ничего особо там ему не будет особенно если он от вас на расстоянии там 15-20 метров поэтому давайте сейчас ходим посмотрим сколько дробинок у нас вошло в центральную мишень и будем делать выводы о наличии чоков и необходимости чоков вот видите вот ее надо вот наклонить но тут усилием минимально этого усилия он уже не делает вот о чем я говорил дай фломастер смотрите дробинка 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 вот ее много здесь вопрос в утке сколько но это нет 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 в утке ноль еще раз если вы стреляете чисто цилиндром то 50 метров забудьте то есть на 50 метров то есть как бы да она долетает да на бумагу может пробить но на 50 метров если вы например в горке стоите вот вам на вас горка хороший одета с термухой вы можете вот так вот стреляйте в меня враги вас дробь будет осыпать да зонтик открыли вот зонтика будет достаточно чтоб на 50 метров против цилиндра дробь пятерка услышали нам необходимо больше энергетики доносить на дальние дистанции как это можно сделать ну давайте первое попробуем более мощные боеприпасы сейчас будем более мощными боеприпасами пытаться а мы стреляли тройкой господа это тройка то есть если вы думаете что вам выдали ружье и на цилиндре она будет нагибать вот троечка уже не нагибает но вот у нас есть тройка magnum magnum смотрите какая проблема с магнумом основная проблема magnum а вот сюда вот это то что габарит боеприпаса увеличивается с основы получаете большую отдачу с основы в единицу времени а меньше сможете стрельнуть и во вторых соответственно за счет того что габарит самой гильзы вырос 1 1 и тот же на скажем так отход затвора может быть недостаточным если ружье там уже подзагрязнилась там с ним что-то не то вот вот эти длинные гильзы они часто клинят давайте попробуем а моя спина мы будем пробовать и так сразу начинаю с 20 метров на 20 метрах обычная тройка не смогла и так магнум да то же самое упала левая давайте правую попробую добить просто дзынь давайте 30 метров но от magnum у нас левую мишень смог побороть 30 метров о правая мишень легла но на пом стояла так левую о магнум 30 метров мощь 40 метров ну соответственно при перезарядке просто подмышку сюда с затворной задержки кнопочку и пошла вскидка и так 40 метров ну это бесполезно в утку стреляю давайте два сделаю утку смотрите вот я сделал два выстрела magnum 1 2 3 ну крылья до крылья и посекло крылья и посекло крылья и посекло ну то есть если вы стреляете на цилиндре ну в принципе переходя на более мощные боеприпасы ну есть какой-то шанс ну давайте так работать до 30 метров 50 метров по прежнему но да мы видим что на 40 метров количество дробинок их энергетика которые доходят до металла недостаточные чтобы эту тарелку повалить а нам нужно и в пиви дрон чтобы у него там отлетела камера там разрушился корпус был пропит аккумулятор начал там взрываться и в идеале в идеале чтобы он получил толчок достаточный чтобы он сошел с курса ну что он то летит вас нужен толчок надо его разворачивать от себя так ну давайте пройдемся еще пол более скажем так по большему диаметру дроби так вот у нас есть фетр единичка так поставили подогнем так на ближе не стреляю сразу с двадцатки начну 20 метров уверенно 30 метров уверенно 40 метров 40 метров не дается еще раз 30 метров это заколдованная вот у нас есть два нуля ну вот попробуем 30 и 40 метров два нуля стрельнуть слава физо физо в броне слава как всегда в броне молодец как обычно качается физо и так заряжаем да рекомендую все таки заряжаться ну вот с затворной задержки просто вставляете и пальчиком сюда все ваше оружие и так 30 метров только начинаю пошло 40 метров ну все понятно да итак вопрос а че делать то че делать шеф все пропало вам нужна дульная да давайте проверим так ну магнумом я не хочу стрелять давайте вот фетром а ну вот два нуля из удочки тут отдача конечно сильнее и ладно будем терпеть надо ну за счет длины ствола более интересно а 4 патрона так ну во первых удочку 4 плюс 1 лазит всего 5 или даже 3 плюс 1 не помню ну короче смотрим 20 метров первый выстрел ушел 30 метров ушел 40 метров я потом тайну открою так ружье пустое открываю тайну 40 метрового выстрела смотрим сюда три риски это получок так вот получок дульное сужение позволило нам стрельнуть на 40 метров ну с длинного ствола мы сейчас проверим длинный ствол на 40 метров поработает или нет сюда ближе ну вот у нас есть получок спортивный такой с дульным тормозом ну давайте его собственно и накрутим и так мы накрутили получок с дульным тормозом ну давайте два нуля оружие чуть-чуть удлинилось дальше при дульном тормозе все газики пошли назад соответственно если вы будете стрелять без наушников то вам будет не очень хорошо давайте пробуем так 20 метров отлично все работает 30 метров упало 40 метров слышали ликошет дробиночка на 40 метров так дзынь был дзынь был 40 метров мы взяли из короткого випря 40 метровый выстрел мы сделали так у нас есть два патрона сейчас подойдем и посмотрим как получок у нас повлиял на размер осыпи на бумаге фломастером ну кстати вот оно дзынькало дзынькало так нормально конечно длинный ствол ну добавит там метров там 20 в секунду ну на самом деле на фоне того насколько кучно придет дробь ну это не сильно существенно так давайте в свежую уточку и так 10 метров свежая уточка подогнем смотрим ну чуть-чуть низит обведи не-не-не ты сильно обводишь ну вот ты сильно обводишь так где у нас обводка то есть напомню это пятерка цилиндр ну мы 7 метров стреляли давайте я с 10 метров с получоком сюда еще раз бахну так я выше сделаю просто ну то есть смотрите вот у нас пятерочка с цилиндра вот у нас два нуля да обратите внимание диаметр то дроби ну не сильно то выше он не сильно выше энергетика то выше будет ну да он приходит с большей энергетикой но смысл какой диаметр дроби реально уменьшился обведи его сильно-сильно сейчас давайте я на 10 метров посмотрю прицел коллиматорный насколько он соответствует осыпи ты куда побежал на 10 метров все у меня ну слав вот убедись по верхнему то есть у меня диаметр круга полностью совпадает с диаметром осыпи ну да попробуй все-таки ну снять через прицел удерживай давай ну то есть что и требовалось доказать то есть мы снизили на самом деле диаметр осыпи по лучокам ну в полтора раза где-то у нас стало до мишени доходить большее количество выстрелов но если вы взяли неверный прицел вероятно с того что ваша мишень останется не пораженной но она повышается мы сейчас будем говорить про тактику стрельбы по дроном давайте чтобы закончить с боеприпасом постреляем с лучших дульных сужений и посмотрим ну вот как оно будет единица то есть это полный чок вот давайте посмотрим да и давайте я буду стрелять ну для для фана семеркой вот как полный чок на семерке насчет энергетики о давайте еще маленькую заманушечку восемь патронов слав подойди сюда попробуй зарядить вот через шахту вот восемь патронов не тем способом что я показал а вот так пластическим да снимай так чтобы видеть ну это нереально мы же знаем давай давай нет реально реально если ты сильный прямо сильный на сильном ружье не дадут пулемет таскает обычно ну как придется ну короче да это нереально так теперь смотрите забери теперь смотрите как это ну элементарно все заряжается просто расклиниваю все подогнем так давайте начнем с 10 метров ты видел как она полетела вот сколько энергии на единичке даже от семерки тарелка взлетела в воздух 20 метров 30 метров 30 метров 30 метров нормально 40 метров пробуем еще раз семерка самая мелкая просто дульное сужение единица ну не с о смотрите я вот хотел чтобы это произошло ситуация какая это будет происходить и неоднократно все ружья шахтного типа но это просто ну 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 в лучшем случае один из ста в самом херовом что что я видел но ну не самый херовый не будем ну такой рабочий вариант это на пачку один клин на 25 вот представьте у вас идет там клин дронов и вы словили вот такую хрень я потом покажу как устранять ну по простому эту хрень но имейте ввиду что вот у гладких ружей это будет шахтного типа там и хренов это когда каждый магазин клин так давайте два нуля 20 метров пошло 30 метров 30 метров не идет два нуля обносит то есть количество энергетика каждой отдельной дробинки она выше но количество уменьшилось его не хватает чтобы ну завалить мишеньку поэтому семерка ну на самом деле тройка-пятерка то есть вот мы да тройка-пятерка вот выяснили это экспериментально 40 метров 40 метров он ушел на 40 метрах два нуля полный чок короткий ствол на 40 метров валит тарелку ну не первым выстрелом но тем не менее давайте поговорим чуть-чуть про тактику мы выяснили во первых что на цилиндре который скорее всего вам выдали вот вам выдают скорее всего цилиндр никаких дульных сужений на випре там скорее всего нету край край на обычном боеприпасе это 30 метров даже 20 метров второе мы выяснили что вот это оружие может заклинить соответственно из этого выходят два вывода вывод номер один во первых ну чтобы не устраивать такие игры со смертью ну вот когда я выигрывал вот это ружье у нас было упражнение пускали 50 тарелок ну мы сейчас поставим ролик давайте сейчас ролик ставим вот как это выглядело вот 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 посмотрели а вот сейчас будет фоточка где мы да мы выиграли бутылку виски первое место заняли здесь фотка будет вот и ну вот я собственно это ружье выиграл на этом матче вот здесь фоточка будет но это просто доказуха чтобы мы не думали что я просто языком да это матч было где принимали участие спортсмены спортингисты они стреляли из качественного хорошего оружия я стрелял из випря ну на фотках нам это все будет видно на видео что я стреляю из випря я предлагаю по тактике следующее вернее я вижу что по тактике следующее первое так как есть вероятность клина одиночный стрелок на и по fpv это человек который играет в русскую рулетку это не наш метод я считаю что минимальная единица боевая которая должна работать по дрону это два стрелка два стрелка в идеале три стрелка давайте вот да как они должны строиться ни в коем случае не сводимся по фронту вот стрелок вот стрелок ну давай славу стрелка играть между нами должна быть дистанция чтобы один удар и в пиве дрона нас не накрывал двоих на одну 10 метров отходи то больше влево влево не передо мной он мне не должен перекрывать сектора обстрела но где-то до 10 метров то есть дрона воду придется либо в меня пикировать либо в него пикировать если пикируют прямо в него он стреляет прямо в дрон я пытаюсь стрелять соответственно ну у меня более острый угол у меня вероятность попадания ниже по дрону но мы работаем в два ствола евгений давай третьего стрелка вот если у нас три стрелка если у нас три стрелка то скорее всего оператор выберет либо крайнего стрелка если он захочет одним заходом то есть грубо говоря ну в центр ударить про пройдя через трех стрелков либо в центрального то есть как бы в меня мы будем работать уже в три ствола работая в три ствола но вероятность поражения и в пиве дрона если но стрелки хоть чуть-чуть подготовлены и практически сто процентов если мы работаем в два ствола но я оцениваю вероятность подготовленных стрелков 90 процентов если вы работаете если там подготовленный в пиве оператор и ты подготовленный стрелок но я оцениваю шансы что 70 процентов вероятности что стрелок вы и выйдет победителем 30 процентов вероятности оператор если там и там лохи сидят но еще раз я призываю к тому что если вам выдали вепрь вы берете себе как минимум одного напарника со вторым вепрем и работаете в два ствола в идеале 3 больше трех не надо потому что вы будете мешать друг друга забегать кто-то вперед кто-то назад короче но то лени они всегда везде есть я на медведя ходил один раз взял с собой своего у меня сотрудник был работник мой у меня база отдыха была вот я иду и говорю ему не отходи от меня дальше пяти метров потому что основная боевая единица я то есть как бы вот у меня нормальное оружие у него так себе игры не отходи знаете что происходило вокруг меня кругами вот так впереди нас позади куда там вправо там метров на 20 то есть олени и лоси они есть везде и человек был ну на самом деле адекватный поэтому тройка это максимальное подразделение двойка минимальная если вы в одиночку охотитесь на дроны ну парни не рискуйте так ну не надо то есть как бы еще раз вы должны живыми вернуться с войны и должны победить а не заниматься ну вот хренью то есть как бы игрой со смертью то есть у американцев есть хорошая поговорка вот она вот среди описишников one shot one kill no luck just kill то есть один выстрел один труп никакой удачи только мастерство вот мы не должны давать шанса дроноводу поразить нас вообще без шанса да минометчик может там над нас накрыть агэсник там еще что-то нас может накрыть но дронщики нет если они пойдут на нас клином там ну не знаю там если настроя у нас 10 зарядные випре и мы ну что ну мы подготовленные нормальные да они устанут просто устанут не знаю там нужно там ну дронов 10 наверное в одном заходе чтобы реально один пусть до нас дорвался и так давайте теперь поговорим про стойки и хваты удавайте как будто я вот ученика взял ему так повезло и так смотрите у нас есть ну де-факто не вариантов бесконечное множество но почему-то тормейский вариант это вскидка в плечо во первых плечо это сустав он подвижный во вторых вскидка в плечо предусматривает что вы вот боком скидываетесь иначе вы ну вложиться не можете что происходит с ружьем ну предположим вы не смогли достать дульный тормоз вот вам выдали и сказали стреляй каждый выстрел каждый выстрел 16 килограмм отдачи что такое 16 килограмм отдачи 16 килограмм отдачи встань ну нет вот на камеру развернись 16 килограмм отдачи если это в плечо это примерно вот так еще раз вот вам приходится то чтобы наваливаться на ружье теперь чем вы наваливаетесь на ружье вы пытаетесь сломать себе позвоночник то есть как бы но закручиваете мышцами получаете протрузии то есть как бы и все равно вас разбивают каждым выстрелом что является критерием хорошей вкладки при хорошей вкладке после выстрела оружие должно само вернуться в исходную точку это очень важно когда мы стреляем по движущейся мишени сейчас расскажу почему состав со вкладкой разберемся и так но если на вас броня то сильно много то сделать и не и нельзя только если вы не сделаете то что но мы порекомендуем с броней делать то есть вот плечевая вас будет раскидывать больше одного выстрела в секунду ну вам сложно будет делать альтернативный вариант какой туда сгруппируйся наклонись а теперь вопрос а почему ты развернул корпус вот ты стоишь фронтально развернись фронтально фронтально для человека сложно развернуться фронтально вот мы вот мы ходим а вот когда с оружием и всегда вот так вот пытаемся почему-то чё за херь я вообще не понимаю тем не менее вот ты вперед на меня иди стой вот вот это фронтально застывшее движение теперь на пружинься маленько ружье вставляется вот сюда то есть ты просто наклоняешь голову чуть вперед и ложишь его на приклад все теперь 16 килограмм но я не могу его развернуть то есть как бы это по центру массы мне вот сюда вот упрись нет вот сценариот вот 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 сюда я когда стреляю 6 выстрелов в секунду я могу это делать 6 умножаем на 16 это сколько получается 6 86 килограмм реактивной тяги то есть у вас 86 килограмм вот он не может стрелять 6 выстрелов в секунду вот так вот сделай чтоб кулак не а я могу стрелять 86 килограмм поняли теперь это физика физика если вы поставили все дульный тормоз вы всю отдачу не убрали у вас остается но зависит от качества дульного тормоза но 5-6 килограмм отдачи у вас на каждом выстреле все равно остается сбилась нормально вот соответственно если вы стреляете 6 выстрелов в секунду с и дульный тормозом это 36 килограмм 36 килограмм реактивной тяги в секунду даже человек с массы слав сколько ты весишь но 67 с ботинками он нормально сможет это сделать я который весит 110 килограмм ну я могу не буду хвастаться ну короче с пулемета когда я стреляю мне даже наклоняться особо не надо вот в такой вкладке я иду с пулеметом . нормально пусть на очереди держу теперь давайте посмотрим как это выглядит в динамике и так оружие у нас разряжена мы будем целиться в оператора вот смотрите если вы выложились вот сюда вот сюда это надо делать только у вас если нету никакого другого варианта потому что вряд ли вы успеете сделать больше двух выстрелов по и в пиве есть он пикирует вас 30 метров в секунду вы начали метров за 70 целиться один выстрел в секунду и вас будет разбивать но можно на дурняк попытаться сделать больше выстрелов слав заряди пожалуйста там пятерочку но много заряди магазины прям вы на дурняк можете попытаться сделать и большее количество выстрелов то есть как бы но у вас оружие не будет нормально приходить с на все последующие выстрелы будут в никуда теперь если вы оружие вложили вот сюда в грудную пластину подали чуть-чуть корпус вперед видите он меня горизонтальный я подаю корпус чуть чуть вперед все соответственно ну помните я спокойно буксирую славу когда он не хочет быть буксированным то есть я любую отдачу выдерживаю сейчас сколько зарядил нормально так смотрим а я сейчас сделаю вкладочку в плечо посмотрим как быстро я буду восстанавливать прицельные у меня ничего не шелохнется только по одной причине потому что у меня дульный тормоз но две мишени ушло покажи теперь а дальние две мишени просто в плечо ну еще раз у меня 70 тысяч выстрелов и 110 килограмм массы сейчас мы этот эксперимент без дульного тормоза сделаем и увидим разницу плечо вкладка ну у меня возврат то есть вот но если я буду вкладываться в грудь до 16 кг отдачи сейчас и так вкладка в грудину чуть-чуть вот туда вот выйди вкладка в грудину ты сколько зарядил что было вот сейчас я выйду на свой темп реальный и так 8 выстрелов давайте на моем нормальном темпе я не скажу что это было супер точно но в габарит ну скажем так габарит грудной мишени это все вошло я сделал 8 выстрелов сейчас теперь если я делаю нормальную вкладку и буду работать с дульным тормозом с нормальной вкладкой ну давайте двоечка с переносом четверочка вот по ближним мишеням соц на это все было в мишень 4 выстрела соответственно для чего ну давай по папирам вот они легли это два выстрела ну дальние скорее всего не лягут влегли все для чего стрелять вот с такой скоростью давайте объясню и так мы выяснили если вы поставили дульный тормоз в принципе можно и в плечо если вы физически хорошо развиты но тоже в плечо это все нормально дальше если у вас есть возможность вложиться вот сюда вот под грудь вы получаете возможность целиться всем корпусом что такое целиться всем корпусом вот я как волк у волка башка не вращается волк целиться всем корпусом вот я смотрю на тебя я в тебя попаду смотрю на мишень попаду на ноги смотрим любая перестановка ног разбалансирует нас то есть если я иду вперед вот на этих же ногах я могу обстрелять 180 градусов и каждый мой выстрел будет через 100 00 16 возвращаться по моему взгляду что это мне дает пошла тарелка я разворачиваюсь на тарелку всем корпусом на ноги посмотри я разворачиваюсь на тарелку всем корпусом и произвожу вскидку мой взгляд это мой лазер если я целюсь вот так вот пусть не треугольником а вот так вот я просто развернул тело в сторону мишени и у меня хороший разброс моем дробовике я мгновенно могу его поразить тело 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 ну то есть разные мишени то есть как бы там а там дрон там дам там драм тан 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 на ноги посмотри тан тан не нельзя тан 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 все кто думает что сейчас посмотрит видосик и смогут так стрелять нет у меня под 20 лет подготовки если я бы брал сейчас ученика и он бы мне занимался каждый день ну там полчаса мы стреляли примеру и два часа он холостил бы я бы сказал что я поставлю его на хорошую скидку на тарелку за две недели поэтому уважаемые товарищи командиры это все реально ваша задача получили оружие выбрали где ближайшая федерация практической стрельбы вам настроили это оружие дальше выбираем ближайший стенд на ближайшем стенде вам поставят основные траектории то есть как бы как стрелять по двигавшейся мишени сейчас мы будем стрелять по мишеням динамик это следующее я как только увидел мишень я начал в нее в скидку давайте правоположение если вы ходите вот так вот то вам пиздец потому что но от но 10 минут левая еще может что-то держать через 10 минут она опустится и все мы должны транспортировать оружие и наше состояние готовности такое которые мы можем днями делать есть несколько стоек первое стойка низкий патруль вот она низкий патруль да что делать с оружием гладкое оружие ситуация какая она имеет пластиковую юбку нот горловину и вот эта пластиковая горловина она вдавливается в затворную группу и если долго это делать она деформируется поэтому во первых старайтесь не носить магазины полными если у вас магазин восьмерка носите 7 или воткните восьмерку первый дошлите в ствол если у вас магазин десятка носите 9 но второй выстрел может быть клином а вы видите вы сейчас увидите что как правило второй выстрел самый результативный поэтому я рекомендую у десяток в примкнутом магазине именно в магазине должно остаться не больше 7 у восьмерок должно остаться не больше шести ну вот такая селявитость как бы нам надо повысить надежность оружия теперь патрон в патроннике первый выстрел должен быть по-любому соответственно если у вас вепрь у него вот такая педалька из низкого патруля вы просто подушечкой вот так надавливаете и он снимается с предохранителя вот идете в низком патруле дрон подаете команду голосом потому что ваши товарищи могли его не заметить дальше товарищи когда дрон они должны посмотреть на вас и посмотреть куда вы начали вскидку если не дрон уже видят то они вскидываются в него если они не видят то они смотрят на вас куда вы вскидываетесь и по направлению ствола туда же начинают скидываться скидка начинается вы фиксируете взглядом вашу мишень и зафиксировать ее взглядом начинаете сопровождать всем корпусом на ноги смотрим сопровождаем соответственно всем корпусом очень важно когда вы делаете вскидку не терять вашу мишень и продолжать ее сопровождение вскинули продолжаете сопровождение после этого берете упреждение и начинаете щупать как правило мы инстинктивно стараемся стрельнуть в мишень она движется поэтому первое во время выстрела не прекращайте сопровождение если вы остановились все уйдет за мишенью то есть продолжаем поводку второе если вы правильно у вас правильная вкладка то после первого выстрела ваше оружие вернется по направлению вашего взгляда а вы то сопровождаете мишень но вы ее сопровождаете уже не два корпуса там примеру перед ней а четыре корпуса третий выстрел 6 корпусов перед ней каждый следующий выстрел вы пытаетесь нащупать дистанцию уйти перед ней потому что большинство ошибок это особь за мишенью вот но я попытался два года подготовки втиснуть вот в такусенький роличек в такусенький роличек сейчас мы попробуем пойти пострелять и вернемся через минуту ну как из этого всего стрелять вот мы настроили вепр давайте попробуем пострелять языке так стрелять будем при мёртвии получок мы настроили полеты вот видите торяки вот вот сюда вот в меня то есть как бы они примерно будут приходить да смотрите покажи вал я буду видеть тарелку уже в тридцати метрах то есть мне нужно быстро будет скинуться и произвести выстрел предположим ну дрон выходит там из-за деревья в примеру делает на меня горку да эти все в меня осколки летят но я поражаю дрон сейчас где-то в 20 метрах смотрите чем дальше вот где-то оптимально вот где вал идет это 30 метров старайтесь ближе 30 метров дрон к себе не подпускать особенно если вы начинающий стрелок потому что чем дальше тем шире растут дай эти уворачиваюсь от осколков то есть я участвую максимально далеко теперь смотрите что будет если он подпускаю на 10 метров у меня напоминаю с 10 метров диаметр осыпи вот такой требования к моему мастерству кратно возрастают дай но там передо мной ну я его успел на самом деле дай вот видите я промахнулся почему потому что я подпустил дрон неверно учел скажем так по водку до него и я на это на расстоянии где-то 5 метров было я стрелял практически пулей давайте проверим что если я стреляю подальше то все нормально дай уйти я ему шанса не даю дай я я умер у меня патронику а нет есть еще давайте еще раз дай дай смотрите я присел и вот он шел прямо над самой землей я его щелкнул где-то в 15 метров у меня есть один патрон но это не наш метод слав теперь если дрон вот мы говорим про работу в тройке вот если дрон летит прямо на вас тут упреждений практически никаких ты стреляешь либо в него либо не более корпуса упреждения то есть как бы там перед ним там под него то есть как бы на одним но не более корпуса теперь давайте 10 метров вправо вот как будто вот здесь стоит наш товарищ а мы его прикрываем смотрите вот этой дистанции дрон будет лететь уже не на меня и мне нужно будет работать соответственно пола дрону беря упреждения несколько факторов первый фактор мы берем дрон на упреждения даем от дрона в среднем два корпуса впереди и делаем первый выстрел каждый следующий выстрел мы ну чтобы нащупать дистанцию и упреждения мы делаем на корпус дальше упреждения то есть первый выстрел там три корпуса упреждения второй выстрел 45 и так далее но сколько успеете то есть каждый следующий выстрел если вы не попали выщупайте упреждение дальше да вот видите вторым нащупал да еще раз первым я я не стрелок я стрелок практик я по тарелочкам не стреляю но я могу взять тарелку на сопровождение и начать щупать дистанцию первым выстрелом как правило я промахиваюсь вот в таких вот полетах поэтому просто щупайте просто щупайте причем дрон может идти с любой скоростью вы не угадаете с какой поэтому инстинктивно мы всегда обносим дрон всегда обносим дрон за ним за ним поэтому всегда наращиваете упреждение дай всегда вторым вот если соответственно вы с той стороны у вас ничего не меняется мы не будем стрелять потому что новые по корпусу будем в сторону людей стрелять поэтому ну только вот с этой стороны все давайте а мы и посмотрим что это принципе но этот простая элементарная мишень так у меня два выстрела осталось вот как люди которые стреляют с двухстволки дай меня убили я пытался экономить выстрелы вот прямо экономить выстрелы и целится по точнее меня убили почему потому что я подпустил сильно близко и когда нажимал у меня в прицеле была тарелка сноп ушел под нее дай все обстучал и так а мы сейчас проверим а вот лучше ли ну такая длинная удочка сразу говорю вот эти все удочки они требуют навыка если у вас навык по автомату калашникова вскидка хват стойка то вот эти удочки скорее всего давай простой полет дай я попал дай отличное попадание удочка работает дай я успел я успел ее и она пыталась попраться по траве ну вот видите даже безотказной удочки ну вот как она оказалась на лотке дай не шмок ну хотя он траву цепанул смотрите я делаю страшную вещь остановите такого человека потому что в вашу чистую винтовку с чистым сэмом с чистым патронником вы пытаетесь вот этот абразив скажите вот такому негодяю нет только чистенькие патроны таки а два раза вот смотрите на упреждениях соответственно у меня нету должной вкладки поэтому я промахиваюсь ну давайте еще дай я для своего товарища справа стал бесполезен хотя на випре у меня было все нормально ну можете пользоваться муркой но работа с упреждениями на вот этой пуговки но это прямо высший пилотаж поэтому если вы там пять лет тренировались на стенде то да наверное ну давайте для чисто эксперимента проверим еще вот полным чоком дай дай траектория поменялась а я пытался ну стрельнуть точно не надо точно надо щупать надо прямо щупать у нас много патронов дай не даю шансов дай дай не шмок дай мало беру упреждения сейчас попробую сразу взять нормальное упреждение дай не хватило патронов знаете почему смотрите вот это ружье у меня с полным чоком когда я подвожу ну подпускаю тарелку близко я начинаю то есть кабину фактически стрелять пулей поэтому не делайте вот эти ошибки мы сейчас поговорим про стратегию вернемся за стол и так смотрите мы сейчас постреляли что мы выяснили во первых ну я не погулять вышел то есть как бы у меня серьезная подготовка у меня были промахи у меня были промахи до мишень то есть как бы я видел в 30 метрах она внезапно появлялась и у меня было но очень мало времени на реакцию но ситуация какая скорее всего у вас подготовка будет гораздо хуже поэтому первое идея о том чтобы в одиночку охотиться на fv дроны она не здравая то есть вы только что видели как я промахивался часто промахивался ну если дрон шел на меня но у меня где-то 10 процентов промахов было точно дрон который ну имитировал то что идет на моего товарища у меня вообще в 50 процентов случаев были промахи поэтому двойка работа в двойке это минимальна в идеале тройка в тройке вы можете а прикрывать технику например если вы идете на броне первый садится ну в районе башни и контролируют дроны которые идут с передней полусферы два человека один садится по левому борту второй по правому борту и контрольную основные заходы дрона все-таки они на догонных курсах соответственно на догоне у вас будет два ствола впереди у вас будет один ствол если он пикируют ну вот так вот опять же два ствола будете работать дальше но если вы на броне например идете дальше если вы в кунге идете снимаете просто верхние тенты садитесь сзади кунга опять же два человека то есть как бы и задний ракурс вы хотя бы прикроете если он прилетит в водителя ну на что вы можете сделать но хотя бы заднюю полусферу вы прикрываете дальше если вы идете и прикрываете подразделение ну двойка или тройка должна не разделяться дальше десяти метрах вы друг от друга не отходите вы идете не плотной группой опять же ну между вами там 7-10 метров но вы должны идти во фронте по направлению к противнику соответственно вы первые вы должны заметить дрон и успеть его завалить теперь давайте еще чуть-чуть про вкладку в бронежилете во первых если вы используете толстые бронеплиты вот фронтальной вот этой сверхбыстрой вкладочки не получится вот давайте на славе сейчас посмотрим что у него будет получаться пробуй а подождите я про патруль рассказывал смотрите патруль бывает низкий патруль вот низкий патруль идете 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 и вскидываетесь патруль бывает вот такой вот то есть как бы у вас оружие практически на плече так тоже достаточно удобно вот вы вот в этом патруле соответственно можете передвигаться движение соответственно вот оно вкручивающее просто То есть, опять же, у вас горизонтальный корпус, вы смотрите в мишень Просто вкручиваете Все, входите При низком патруле, соответственно, все то же самое, только Дальше IPC-шники ходят, ну, вот так вот Здесь у вас движение, то есть, не поднимаем, а вот такое шарнирное То есть, штыком кали, штыком кали, или шарнир вот такой вот Вот он Ты спасаешь свою жизнь Нет, когда ты спасаешь свою жизнь, ты сделай это быстро Еще быстрее Ну, господа, еще раз, это два года практики, надо воткнуть По бронежилету Вот здесь сейчас стоит бронепластина АБР-2 легкая Соответственно, она, помимо того, что легкая, она еще и тоненькая Вот с этой бронепластины попробуй фронтальную вскидку сделать Можешь? Да Вот с тонкой бронепластиной можно делать фронтальную вскидку на бронепластину Если у вас гранит и вы, ну, такой физически развитый То с гранитом, то есть, выкидываете из бронежилета все Горжет снимаете Наплечники можно оставлять, они не мешают Либо боевую рубаху с кевларом, с рамидом То есть, она тоже не мешает И пытаетесь поставить себе фронтальную вскидочку Либо с высокого патруля Вот он, высокий патруль Заметили Заметили Очень важно при вскидке не менять горизонт Потому что для карабина Вас учили в скидку, ты должен припасть Если ты работаешь по-другому Припадаешь ты, не припадаешь Ничего не меняется Кроме того, что ты время тратишь Поэтому вот с той высоты, что ты идешь Вот с той высоты, что ты идешь Идет сразу вскидка Не пытаясь ни присесть, ни привстать При тонких бронеплитах То есть, как бы, это работает и при грудной вкладке Давай попробуй Давайте попробую 16 килограмм дать Дай Вот видите, у него ноги выпрямились А надо согнуться Согнись Согнулся? Нет, согнись Согнись Еще нет? Еще нет? Да Вот она, вот она Вот она Не повторять Да, это выполнено профессионалами На профессиональном стрельбище С сертифицированными инструкторами Итак, давайте вывод Первое Если вы не поставили коллиматор Скорее всего Вы на скорости будете стрелять никуда Поэтому, если вам выдали вепрь И вы на него не ставите коллиматор Это вы делаете зря Второе Когда вы ставите коллиматор Коллиматор надо ставить круг с точкой Если, ну, не нашли Ну, ну, ладно Но лучше, то есть, как бы, какой-то коллиматор Чем никакого Третье Если вы не поставили дульные сужения Я рекомендую Всем тупо получок Мы получоком На 40 метров металлические килограммовые тарелки валили Получоком Полным чоком Ну, скажем так, при поводке Очень часто будут ошибки То есть, если человек Прямо, вот, гуру Стрельбы по тарелочкам Он может работать с полным чоком Если вы не гуру Получок Это оптимум Цилиндр Ну, блин Ну, вы стреляете в направлении мишени А она, почему-то, ну, летит дальше Потому что, ну, вот она Как сказать В танчиках Это называется Не пробил Вот Рикошет Ушло Поэтому Получок Если у вас нет дульных сужений Ваша эффективность Дальше 30 метров не проистекает 30 метров это все Поэтому Получок Дальше Если вы работаете на шахтных магазинах Не заряжай Не храните их полностью заряженными Если они примкнуты Ну, минимум 20% магазина Нужно опустошить Например, один патрон в патронник То есть, как бы, один Ну, скинули То есть, не носите их полными Дальше Не подбирайте патроны Грязные То есть, ваше оружие и так Недостаточно надежное Чтобы пользоваться патронами С земли Не пользуйтесь ими Так А, и про магазины Давайте Вот есть вот такой вот аксессуарчик Это для очистки Магазинов Как он работает Вот с этой стороны Острая выколотка Вы Отжимаете вот этот Вот эту пимпочку И у вас Пошел магазин Аккуратно То есть, как бы, придерживают Иначе он Разлетится И в пыли там Хрен Вы его найдете Дальше Что нужно очистить Основном Засирается вот эта горловина Особенно, если вы Ну, оперативный сброс Делали там В пыль В грязь В жижку Вот так вот Ёршика Быстро проходите Дальше Этим же Ёршикам Вот здесь вот Пыль, копоть И не дай бог Там какая-нибудь Ну, абразив какой-то Все Смазывать это Для оперативной чистки Не надо Вы Аккуратно Вводите В шахту магазина Горловину И начинаете Собирать Гармошечку При должном навыке Это занимает Ну, секунд 30 Я давно Это не делал А вообще То есть, как бы После длинного упражнения Вам надо За 3 минуты До перехода На следующий стейдж Почистить все 4 магазина Вот Кто стрелял Чемпионат России В Ловчем А это Песчаный карьер Так Вот Все 4 магазина Были сброшены И должны быть почищены Дальше Заряженные магазины Носим Патронами вниз Патрон от себя Чтобы при выхватывании Вы сразу могли Его воткнуть Дальше По удочкам Ну, мы сказали Что знали Мы Ну, я лично То есть, как бы Не стандартист Удочка Требует Большего навыка Одно хочу сказать Потому что Прицеливание Вот по этой пуговке Вкладка Вот по этой пуговке Это требует Выстраивания Вашего тела Вокруг оружия Я Неоднократно Наблюдал Стрелков Спортинга Который берет Чужое ружье Такое Хо Я промазал У меня там Чуть-чуть приклад По-другому Представляете Он выстрелил свое тело Вокруг оружия И приклад Чуть-чуть по-другому И он уже Не попадает А вам это выдали Вот Рискуй жизнью В дрон стреляй Все-таки Калашои То есть, как бы Он интуитивно Ближе Понятно И за счет Прицельных Приспособлений То есть, как бы Он Быстрее Вы проходите Адаптацию И обучение Поэтому Давайте Итог Когда к нам Придут Комплекты С Собственно Дронами Мы Этот ролик Ну Продолжим Дальше Вы Задавайте Свои вопросы То есть, как бы Ваше подразделение Ну Что-то реально Вы получили То есть, как бы Не стесняйтесь Задавайте нам вопросы Мы будем Вплоть до того Что маленькие ролики Для вас снимать Ну Для вашего подразделения К примеру Как, что там По ремонту По чистке По смазке По вкладкам По взаимодействию С брони Задавайте вопросы Мы либо ваши вопросы Включим в следующий Большой ролик На эту тему Либо для вас Именно для вас Снимем небольшой ролик Ну и дадим Кинем на него ссылку Поэтому Не экипируйтесь правильно А Тренируйтесь Товарищи и господа Удачи всем Давайте маленькую Ремарочку еще добавлю Да То есть Касаемо Удачи Потому что Уже неоднократно Я знаком с ребятами Кому выдали МР-155 Вопрос Объема магазина То есть Он меньше Ну Есть Разер На рынке На рынке Существуют Удлинители Ребят Ну Гуглите Не знаю Интересуйтесь Как минимум Одна российская компания Делает на МР-ке Совместимые То есть Много делают До 10 Это доступно Это раз Касаемо Переноса боеприпасов Но я не рекомендую Сбросники таскать Их За сыпуху Потому что Там пыль Дерезь и прочее Смотрите Господа Тема очень большая По вот этим удочкам Есть Такие держатели На 4 патрона Дальше Есть Двойные То есть Вы должны Сначала Определиться С техникой Зарядки Заряжания После этого Хранение Боеприпасов Вот быстрое Оперативное Хранение Делайте Под вашу Технику Заряжания Покажи Какое Есть открытые На велкрухе Такие Ну про патроны Его можно Один Тимет Потерять Да Вопрос Хранить Боеприпасы Вот так вот открыто Забудьте это Он фактически Вот как будто На земле лежал Пыль Грязь Там Вот эта вся хрень Мы не в джунглях Мы не в джунглях У нас не влажный климат У нас После там взрыва Там 155 Там Или там 152 Или даже В 80-й миномет Отработал Все в пыли Все В мельчайшей Абразиве И вы потом Берете этот патрон На котором Вот это все И пытаетесь Его запихнуть Только закрытое хранение Видел Да Я в одном ролике Не буду говорить Каком Рекламировали Комплекты Охотника На дронов Там была Панелька С 5 штуками Ну люди явно Не дружат с настрелом Еще раз смотрите Почему мы Ссылаемся на Федерацию Практической стрельбы Потому что Мы делаем Сотни тысяч Выстрелов Сотни тысяч Выстрелов Стрелок Чтобы стать Например КМС Ну блин Из любого оружия Ну хотя бы 50 тысяч Настрела Вот на этом Типа оружия Ты должен иметь Еще Брюс Лик Говорил Я не боюсь Человека Который Тренирует 10 тысяч Ударов Но я в ужасе Бегу от человека Который 10 тысяч Раз Тренировал Один удар Так вот Мы в принципе Вот когда я Занимался Ружьем У меня Ружье Ну вот вернее Не у меня Я ленивый Я больше Тренерской работой Занимался Вообще У человека Ружье Служит 2 года Если оно Служит 3 года Это лентяй И гнать его Обоссанной Тряпкой Почему Потому что Он должен За 2 года По ресурсу Полностью Ружье Расстрелять Если он Это не сделал Он ни хрена Не тренируется Ничего не добьется Поэтому Когда мы говорим Про федерацию Практической стрельбы Военные Таких настрелов Не делают Мы тренируемся 2 раза в неделю Вот по ружье Я тренировался 2 раза в неделю По ящику Патронов За раз 500 выстрелов В неделю Представили Да Вот Поэтому люди Которые говорят Что я там 10 лет Чего-то там Делал А сколько Ты это делал Как часто Ты стрелял За день Ящик патронов Вот за день А делали Это 2 года Подряд Каждые 3 дня Вот мы это делали Поэтому мы можем Говорить о ресурсе оружия Насколько она надежна Что у него там Выходит из строя Что не выходит из строя Поэтому То есть как бы Мы имеем право Рассуждать на эти темы А люди Которые там Нашили там что-то Там Вставили Говорить Пользуйтесь вот этими Патрончиками Помимо Магазинов Да То есть У компании Stitch Profi В свое время Были подсумки Для гладкого Закрытые Они еще шьют их Надо уточнять По-моему Уже С 22 года Покажи Как он работает Закрытый подсумок На моле Размещение То есть Здесь Здесь Куда хочешь И здесь Больше чем 5 штук При этом Он В быстром доступе И для переноски То есть Чтобы минимизировать Попадание Там пыли Влаги Ну это Слав Для удочек Это для удочек Потому что Вот это Влазит В ваши штатные Это штатный Магазин Это Ребята Потому что Ну Конечно Классно Там модным Ходить С патронами Такой обвешенный Но Это непрактично Серьезно Ну это Упал Спартулсы Не вылетели Прилетела Какая-то херня У тебя Перед лицом Нет Смотрите Вот это Это зона Вкладки Да Она мешает Это зона Вкладки Левого плеча Если вы там Из-за угла Кого-то Работаете Я Ну не буду Даже комментировать Если вы видите Открытые Патроны 12-го калибра Этот человек Ну не Вполне Владеет Материалом Давайте так Не вполне Без обид Ну Практически Применение Херня полная На самом деле Вот Итак Задавайте ваши вопросы Давайте подытожить Задавайте ваши вопросы Тренируйтесь Ждем вас Ждем ваших вопросов А давайте я тоже Снова Подкинусь на эту тему У меня два таких подсумка Слава Тогда ты сейчас Завершай ролик Да А я скажу сейчас И Ребят Самый интересный вопрос Касаемого То есть Ну давайте Наверное Все-таки Больше удочек Потому что Калаши Так Ближе всем И два подсумка Вот таких Я отправлю ребятам Действительно нуждающимся Которые несут службу Владеют Так скажем Вот этим вот Мало Тюнингованным Особо Прихотливым Видом Не Кстати Насчет Давайте Насчет Вот я тебя прервал А ты хотел Финишировать Ну не помню Итак Господа По базовой надежности Все-таки Если вы паритесь Про надежность Удочка На порядок Надежнее Любого Калашовида Услышали? Если мы говорим Про Про саму Конструкцию Если мы говорим Про Мурку Вот конкретно 155 Примерно Имеет Такую же Надежность Как Калашоиды Если мы говорим Про что-то Более Симпатичное Например Беретта Бенели Итальянцы И так далее Да Там вы можете Делать Тысячу Две тысячи Выстрелов Без единого Клина Что на Калашоиде Это нереально Это нереально Запредельно Вот Поэтому Вот все Кто думает Вот я буду Выбирать То что надежнее Вы еще Рассматривайте Второй аспект И вероятность Попадания Неподготовленного Стрелка У Калашоида С Коллиматором Она выше Чем У такого Уже Неподготовленного Стрелка Просто на пуговке Ну так Это мы ведем Туда То есть Калашоид Куча компаний Делают Тюнинг Комгрейт Компенсаторы Здесь Чок Максимум Что ты можешь Приколхвостить Это коллиматор Кстати Коллиматор Не самый Удачный Смотрите Коллиматор На Ластохвост Ужасно Во-первых Ну Есть на самом деле Переходники На вивер Если вы сделали Переходник на вивер Он сильно Задирает Ну скажем так Прицельную ось Во-вторых Нормально Работающих Скажем так Кронштейнов Минимум А компании Которые делают Сразу коллиматор На ласточку Их уже не осталось Ласточка Она с рынка Ну практически Ушла Ну как Надежная Система крепления Поэтому Если вы Выбрали Вот такую Штуку Оставайтесь На пуговке Если вам Выдали Калашоид Либо его Сами Ну решили Приобрести Обязательно Коллиматор Там все просто Слава Есть что добавить Да Два подсумка Я дам ребятам Действительно Кто владеет Там МР То есть Пускай они там Сложности с тюнингом Два подсумка Два подсумка Да Я хочу Что у ребят Что ребятам Надо сделать Чтобы получить Напишите мне Напишите комментарии Напишите комментарии Объясните Когда Где На какую дистанцию Применяли Как успешно Вот именно Не калашои То есть Именно МР То есть Мало информации По ним Вот как вы Справляетесь С тем Что Нет Ни коллиматора Ни Сужения Нормального Ни Компенсатора Все будем Заканчивать Да Будем Заканчивать Слава Ты будешь Заканчивать Нет Я еще Гальчик Играю Это был Большой ролик Пишите Ваши вопросы Успехов